Портал детали Добрый вечер Стратегия ясна Стратегия политического руководства Определяет стратегию Стратегия это в любом случае Так или иначе уничтожить Хамас Уничтожить имеется ввиду Не знаю убрать ли всех Как личностей Или ликвидировать систему Организации вооруженной силы И инфраструктуры По-моему в основном это И в данном случае речь идет сейчас О так или иначе Нейтрализации военных возможностей Хамаса Это означает что практически Основной центр Который находится в городе Газа Он окружен более или менее Нашими войсками Это идет с трех направлений Наступление Поэтапное Осторожное Осторожное заключается в том Что условия очень Непростые Я бы сказал Очень сложные Для С военной точки зрения Потому что Не просто Скажем Какой-то там Оборонительный там Проект Это значит какая-то Линия обороны Тут И за Это и городские условия В смысле Да Борьба в городские условия То есть тесная городская застройка Да Всегда тяжелее И в данном случае Речь идет что Там нарыто Под землей Очень много там Систем Переходных Подземный город целый Несколько даже Я бы сказал Что больше чем город Они называются условно метро Это больше чем метро И оттуда Так или иначе Каждый раз Или Выходят на поверхность Или оттуда Поставляют вооружение И так далее И приходится Все это ликвидировать И надо для этого Найти вот эти Входы и выходы И воевать В условиях В пещерных условиях Подземелья Это очень сложно Но это делается И поэтому Это идет Это не кавалерийская атака Так Шашки наголо Вперед все вместе Это тут Сложные условия И поэтому Это ведется Очень аккуратно По-моему Очень-очень Эффективно даже Я бы сказал Но это берет время И было Принято решение Сначала Не до конца Понимали Но принято решение Что мы никуда не спешим И у нас есть Достаточно времени И не имеет значения Какое давление Оказывают Извини А оказывают Мы это сделаем Как надо И постепенно И аккуратно И результаты Должны быть Совершенно Совершенно Реалистичными В этом отношении Правильно сделали Что убрали Из города Почти миллион Гражданских Там Жителей Жителей Которые Находятся Сейчас На В этом секторе И в той или иной Мере Являются проблемой Гуманитарной проблемой Но она решаема Эта проблема В данном случае Меньше жертв И все Что связано С гуманитарным Поведением Вооруженных сил Соблюдается Очень осторожно Это примерно Общая картина Конкретно Это Немало Таких Уличных Боев И Штурмуют Те или иные Объекты И у нас Есть немало Уже погибших У Хамаса Понятно У нас нет Конкретных данных Сейчас Но там Исчисляются Очень большими Цифрами В конце концов Через определенное Время Будут Налицо Результаты Хамас Со своей стороны Делает все возможные Чтобы восстановить Воздействовать Оказать давление На Израиль И поэтому Весь мир Хором Оказывает Давление На Израиль Что вот такие Сякие Плохие И немедленно Остановите И задействована Также Скажем Система Давление Легче Давление С заложниками Но она Психологическая Война Но она По-моему Ясна Что Ясна Здесь в Израиль Что их Не отдадут Да И даже Не будут Вести нормальные Переговоры Об огнении И так далее До конца Они нужны Им Значит Руководству Хамаса Для того Чтобы так Или иначе Расчетиться В последнем Там На последнем Этапе И они Будут Так или иначе Принесены В оплату За Сдачу Или В оплату За Те или иные Скажем Мирные условия Но до этого момента Они не будут Все вот эти призывы А давайте Обменяем Всех На всех А давайте Обменяем Сейчас Пошла информация Что В Иране Состоялась Встреча Представителей Хамаса И представителей Таиланда Поскольку там Больше 20 Таиландских Граждан Находится В плену Несколько Таиландских Граждан Убит И мы знаем Что один Гражданин Убит Просто Варварским Способом Это было Показано Заснято Самими Хамасовскими То ему Просто Мотыгой Долго Долго Отрубали Голову То есть Это просто Бесчинство Изверство И Хамас Говорит Вот Пусть Израиль Остановит Военную Операцию И мы Отдадим Этих Самых Таиландских Рабочих То есть Перемь считают Всех За идиотов То есть И в принципе Это всегда Работало Все эти годы Это всегда Работало Что изменилось Сейчас Это призвано Мобилизовать Так сказать Давление на Израиль Это психологическая Война Надо К этому Подноситься Осторожно Надо иметь Крепкие нервы Чтобы Вести Вот это Скажем Противостояние Или конфликта Это всегда Сопряжено И с внешним Политическим Давлением И с разными Гуманитарными Вызовами Но Вот Египет Смотрите Египет Сначала Не соглашался Вообще Открывать КПП Там Чуть ли Не стену Возвели Подогнали БТР И с той стороны Сейчас Вроде Они поддались Запустили Часть Сегодня Были открыты Запустили Часть раненых Иностранных Граждан Там Сделали Лагерь Типа Лазарета Да То есть Это давление Американцев Подействовало И это тоже Это тоже Это между прочим Есть Постоянные Контакты Между израильтянами И египтянами Доставь Довольно дружа Египетские Израильские Системы Да В частности Военные Военно-политические Структуры В хороших отношениях Египтяне Боятся Что Гражданское Население Хлынет В семья И не захочет Оттуда уходить Поэтому И она уже Не впервой Противостоит Этим Скажем Проблемам И газа Не нужна У них своих Исламистов Девать некуда И не хотят Но Вот такое Временное Убежище Для тех Или иных Тщательно Отобранных Или раненых Или Иностранцев Они готовы Этим самим Они показывают Дают хороший пример И все Что с этим связано Вот такая война Но мы еще вернемся Иран И Иран Очень был Заинтересован В том Чтобы Хизбалла Тоже приняла Активное Участие Но Судя по тому Что мы видим На северной границе То есть Да Идут Перестрелки Идут Обмен Ударами Есть пострадавшие С нашей стороны Есть погибшие Есть довольно много Погибших Со стороны Хизбаллы Но Впечатление Такое Что Так сказать К решительному Бою Хизбалла Все-таки Не готова Как вы думаете Это не так Иран не готов И Давайте Поясним Что здесь происходит Да У Ирана Очень Невнушительная Или несерьезная Вооруженная сила По сравнению Скажем все С тем же Израилем Вот по другим Державам Но у него Есть Система Очень эффективная Система Называемая Прокси Или посланников Это Шиитские Разные Организации Милиции И прочее Которыми Окружен весь Израиль Со всех сторон То что Было сделано За многие годы Включает И Хамас Который Не является Шиитским Формированием Поэтому Меньше любят Но он все же Проиранские Настроены Это Хизбалла Это Много Инфраструктуры Разных Милиций Не обязательно Сирийские Организации Это Иранские Формирования Это Ирак И это Конечно Заходит До Йемена И все Они вооружены Иранским Оружием В основном Это Ракеты Разного Толка И Разных Систем И Поэтому Получается Что Израиль Окружен Сотнями Тысяч Ракет Это Основное Оружие Ирана И Вопрос Окей Если Идти На Конфликт В полном Объеме Надо Принимать Решение Стратегического Толка Для Ирана Это Региональное Как минимум Противостояние Тут Появляются Вдруг Нежданно Негативные Штаты Их Вооруженные Силы Заявляют Если Иран Вы Начнете Это Мы Отвечаем Вооруженными Силами Отвечаем Военными Действиями И Поэтому Это Сдерживает С первого Дня Конфликта Американцам Было Понятно О чем Здесь Речь Какой Интерес У Ирана И Другие Тоже Присутствуют И Вся Эта Система Должна Так Или Иначе Для Того Чтобы Задействовать Надо Принимать Чем Глобальное Решение И Поэтому Достаточно Сдержанное Чем Значит Что Не Будет Принято Но На данном Этапе Сдерживается Израиль Это Учитывает И Все Время Угрожает Угрожает Если Вы Начнете Мы От вас Ничего Не Оставим Ни Вливание Ни Веста Ну Так Они Дали Добро Вымикнули Йеменцам Что Запустили Несколько Ракет Что Они Сделали Они Были Сбиты Американцами Израильтянами Но Другим Еще Не Дают Добро Дают Добро На Пограничные Стычки С Хизбалой На Границе С Израилем Но Это Стычки Не Более Потому Что Если Хизбалла Откроет Огонь Полномеренно Получит Ответ Весь Ливан Получит Ответ Это Не Игрушки На Данном Этапе Это Ну Условно Очень Ограниченный Метод Ведения Боевых Действий Так что Это Все Перед Нами Это Еще Ничего Не Значает Что Это Будет Или Не Будет Мы Не Знаем Кстати На Пятницу На Ближайшую Пятницу Если Не Ошибаюсь На Три Часа Дня По Ливанскому Времени Намечено Выступление Шейха Насраллы Мало Того Объявляется Что До Пятницы До Трех Часов Дня Якобы Хизбалла Предъявила Израилю Очередной Ультиматум Что Если Израиль Не Прекратит Военную Операцию В Газе То Шейх Насраллы Выступит И Что Скажет Ну Мы Подождем До Пятницы До Трех Часов Дня У него Проблемы Могут Быть Проблемы Со Здоровьем Но Он Скажет Ну Что В Военных Вопросах Лучше Не Говорить О Действиях Ну Неважно Это Отдельный В Заразлучай На данном Этапе Нет Такого Решения Ни Ирана Ни Скажем Его Партнеров И Ждем Не Дождемся Какое Решение Примут По-моему Им Ясно С кем Они Умех Дело Израиль Настроен Очень Решительно И Доказательства На Местах Израиль Решает Вопросы Очень Жестко Не Обижать Истерически Он Никого Не Боится Ни В Военном Отношении Ни В Политическом Поэтому Разные Крики Сабунта И Разные Другие Антисемитские Выходки На данном Этапе Не Действуют В конце Концов Говорить Это Одно Решать Вопросы На поле Боя Не Все Готовы Та же Хизбалла Тоже Не Понимала До Конца С кем Она Име Дело Она Выполнила Свой Свой Долг В какой-то Мере Свою Участь И В этой Скажем Как минимум Региональной Операции И Оказалось Что На этом Дело Не Кончается Могут В конце Концов Потом Отвечать За Что Происходит Я Не Знаю Что Было У Них Гумаг По Моему Они Не До Конца Понимали Во Что Они Влезают Объем Всех Реакций Ну Это С Затронули Хуситов Которые Приняли Участие В этом Карнавале И Начали Запускать Беспилотники И ракеты Сначала Первым С ними Столкнулся Американский Эсминец Который На прошлой Неделе Четырех Часов Ликвидировал Там Все Это А потом Продолжились Запуски Баллистических Ракет Уже Несколько Раз Дважды Израиль Применил Систему Систему Хэтс-2 То что Не делалось Очередное Применение Причем Я Вопрос Может вам Покажется Несколько Парадоксальным Не кажется Ли вам Что Хуситы Ввязавшись В эту Историю Подставили Хамасу В определенной Степени Подножку Потому что Их действия Во-первых Уже ударили По Саудовской Аравии Там Какая-то Ракета Не долетела Упала Уже Приведены В боевую Готовность Иорданские Силы Потому что Они боятся Так сказать И обстрелов И ракеты Они требуют От американцев Чтобы те приняли Меры И так далее Получается Что Арабские Страны Прежде всего Суницкие Наши соседи Члены Участники Соглашения Авраама Которые должны Были по идее Разбить горшки С Израилем И поддержать Справедливые Чаяния Палестинского Народа Сейчас оказались Сами перед угрозой Атак Этих Хуситов Которые уже И раньше Это делали И получается Что они Как бы возвращаются Обратно В лону Соглашения Авраама По-моему Они оттуда И не выходили Хотя Высказывания Были Разные Ну Риторика Это одно А действия Это другое Была риторика И Египет Использовал Вот Дал возможность Или дал Аванс Сцену Для Так сказать Для выпускания Пара Риторического Конечно И арабских Соседних государств И всех Коммунилений Из Европы Из Азии На самом деле О чем Речь Идет противостояние Не только И не в основном Против Израиля Это противостояние Того же Ирана Против именно Соглашения Авраама С американцами Во главе И против Саудовской Аравии Которая Норовит Присоединиться И этим самым Замкнуть Или задействовать В полном объеме Систему Которая Практически Скажем Нейтрализирует Статус Ирана И России Тоже в регионе И все они Пытаются Так или иначе Именно их Выставить из этого Скажем Процесса И задействовать Новый процесс Называть Новый мировой порядок Но это против них Поэтому они все Очень напряженно Осторожно Оглядываются И на Иран И на Ижесни И понятно Что если начнется Сейчас региональное Противостояние То тоже Многие из них Не обязательно Выйдут из этого Скажем Невредимыми Та же Иордания И те другие государства Которые находятся По соседству И понятно Что Соединенные Штаты Подключаются И будет здесь Совсем Не грустно Будет очень весело В этом регионе И поэтому Нормально Что В конце концов Когда все это Кончится Так или иначе После той Иной риторики Все вернется На круги своя Только если Конечно Не дай бог Случится Не знаю Не предвиденное Там развитие событий По-моему Все это Кончится Тем же Соглашением Может быть С риторическими Изменениями Это Основная Причина Всего этого Противостояния Этот вопрос Не Израиль Не Хамас С разными Там Требования Газы От Израиля Понимаете Тут вопрос В конце концов Кто Будет лидером Ближнего Востока Соединенные Штаты Или другие Державы Есть две на очереди И Китай И Россия И естественно Иран Включен В эту Систему И тут вопрос Кто будет руководить Региональным Развитием Событий Иран Турция Египет Или Савдовская Аравия Между ними Тоже идет Непростое Перетягивание Канады И в этом отношении Вся конечно Риторика Сыпется на Израиль На этот конфликт Но на самом деле Это между ними И тут надо Вопрос как-то решать И Это не просто Решаемый вопрос Поэтому сейчас Еще все перед нами Если Иран Теперь за день Мы уже говорили Об этом раньше Если Иран Открывает Теперь второй Или общий Региональный фронт То у всех проблема Как с этим жить Ну и Подождем Увидим Вы упомянули Турцию Кстати это вот Очередной вопрос То есть Эрдоган После Несколько лет Как бы Восстановления Отношений с Израилем Решил разбить горшки То есть Это беспрецедентный Митинг Который он собрал На котором он Обружился Не только на Израиль Но и на весь запад То есть Все Разводы Девичья фамилия Это тоже Только риторика Или за этим стоит Что-то больше В основном Это риторика В основном Ну он уже был Он уже посылал Против нас Разных там Прокси Получал Сдачи Это уже были Он член НАТО У него проблема В той или иной мере У него обязательства И уходить из НАТО Не собирается И поэтому Есть определенные границы Этого вида поведения До этой границы Он доходит Очень жестко Риторически Но на практике Что он в конце концов Будет делать Он не является Партнером Ирана Наоборот Они как раз Конкуренты Если Вот это и удивительно Цве Вот это и удивительно То есть Они же конкуренты С Ираном То есть По идее Ведь помните Мы с вами Даже говорили Где-то Чуть больше полугода Назад Может быть Больше немножко Что Вообще Эрдоган Не прось бы Тоже бы Присоединиться К соглашению Авраама Потому что Он видит Как бы Как пел Вадим Семенович Высоцкий Мимо носа Носят чачу Мимо рота Алычу Да То есть Эрдоган Очень крутой игрок Эрдоган Видит себя Как потенциального Лидера Арабского Пардон Арабско Исламского Мира Султан Это не игрушки Это очень серьезная Серьезная возможность Которую Он пытается Не упустить И у него пока Не получается Но он Выставляет Представляет Себя Как В конце концов Лидером Не разные Там иранцы Которые именно За это борются И разные Там Скажем Системы Или группы Или организации Типа Аль-Каида И ИГИЛа И так далее Которые тоже Именно за это борются И он тоже за это борется И он против Савдовской Аравии В этом отношении Которые Являются Являются лидером Якобы Исламского мира И против Других Это противостояние Между ними Потому что Тот Кто сумеет Завоевать Влияние Возглавить Лидерство В исламском мире Он является Державой И уже Россияне Тоже высказываются По этому вопросу Достаточно Однозначно Что влияние Чтобы заработать Позитивное влияние На 2 миллиарда Мусульман Это Это стоит Усилий Которые Вкладываются В эти процессы Поэтому Это противостояние Того же толка Кто правит миром Каков новый Мировой порядок Кто здесь Какое участие Принимает И кто здесь Какие очки Потом набирает Эрдоган Играет в эту игру Поэтому каждый день Может менять риторику Сегодня он против Завтра он будет за Послезавтра он будет С теми или иными Он же был В партнерстве И с Ираном И с Россией В Сирии Оказывается Достаточно Долго там Вел свои Эти самые Проводил свои Интересы Но он находится В Сирии тоже И не собирается Давать территории Не сирийцам Никому другому Он играет И в Ливии С вооруженными силами И так далее Так что это Очень активный И агрессивный Игрок Но не надо Принимать его Слишком серьезно Серьез Потому что В конце концов Это понятно Это политическое Противостояние И он не единственный В этом роде По-моему Не, ну позвольте Не принимать Серьез То есть были Такие оскорбления Нанесены Наши отозвали Посла Из Турции Две наших Торговые сети Гордо объявили Что прекращают Помидоры покупать У Турции Это серьезнейший Удар по турецкой Экономики Представляете Это все риторика И с разными Там Экономическими Составными Но это Не очень серьезно Но биржа у него Подсела После этого митинга На 20% Теперь у него Теперь у него Проблема Потому что Он должен выбирать С одной стороны Риторика Дает ему Какие-то очки На внутреннем Рынке Своем У него выборы На сон Муниципальные И собирается Отдавать Престол Другим И для этого Ему нужна С одной стороны Исламистская Риторика Он достаточно Много в этом Вопросе Так сказать Уже действовал В прошлом И нужна Хорошая Нормальная Экономическая Политическая Ситуация В этом отношении Противостояние И он мечется Из угла в угол И посмотрим Где он остановится Не надо В серьезном Вместе Ввиду Что кроме риторики Что он может сделать Вмешаться в это Противостояние Конфликтовать С Соединенными Штатами Которые Не дадут Ему ничего делать Кроме То есть Послать корабли Допустим На выручку Бойцам газа Он не сможет Ради Бога Ради Бога Воевать Израильской армией Он Это Хамас Может Хамас может Он герой Не У турков Сильнейшая армия По крайней мере В НАТО Она была В европейской Одна из самых Сильных Я буду теперь Описывать Какие возможности Есть у израильских Вооруженных сил Ну Надеюсь Надеюсь До этого Не дойдет Не дойдет Поэтому я говорю Это все риторика Последний вопрос Продолжая разговор Про нашу войну И про нашу риторику И не про нашу риторику Всплеск Антисемитизма В России Всплеск Истерик На федеральных Каналах Я видел Отрывок Из очередного Соловьина И трели Когда он Соловьев Просто завелся О том Как вы можете Бомбить Убивать мирных жителей Яша Кедми Вякал Пытался Что-то сказать Он его заткнул Как мальчика И продолжал Нести такое Околесие Что мы даже И фашистов спасали Мы даже Мирное население Германии Когда немцы Затопили метро Мы их спасали Это явно Из фильма Освобождения Он подчеркнул Видно Смотрел В детстве Но неважно То есть Вот То что происходит Ну и следствие Махачкала То что произошло В аэропорту И так далее На ваш взгляд Это случайный всплеск Или это целенаправленная политика Чтобы Соловьева Я с повестки дня Соловьева Работает на кого-то Понятно Что у него Хозяева Которая дает ему Список проблем И вопросов Которые он должен Публиковать И градус истерики Заказывают Которую он должен Там учинить Да И он Делает достаточно Аффективно Наша русская армия Никогда не бомбит Мирные города Мы никогда Не убиваем мирных Там Камера показала Этого генерала Гурулева Он даже офигел Такого Типа такое нес Там Ну неважно Человеку хорошо платят У России С евреями вопрос Потому что В конце концов Антисемитизм Это Там ничего нового нет Это уже давно Лет Сколько 150 Так или иначе Является составной Российской Политики Российской Советской Потом Какой-то Затишни Потом снова Всплеск Как минимум Как минимум Последний год Есть Добро На Антисемитскую Риторику В России На уровне На максимальном уровне Напоминаю Высказывания Того же Лаврова Про Так сказать Нацистов и евреев И про Национальность Того самого Гитлера И так далее Это из худших Так сказать Возможности Риторики Антисемитского Батолка И другие Тоже Высказывались Сам Путин Высказывался Не раз Все до Конфликта Из этого Следовало Уже понятно У кого Элементарное Понятие Обстановки Было понятно Что это Так или иначе Россия Что-то там Готовит Понятно Было что-то Вместе с Иранами Другими Игроками Потому что Нет антисемитизма Советских Время И далее Самого По себе Это всегда Израиль Когда начинают Ругать Евреев Или Что-то Такое То понятно Что Израиль Еврей Это одно и то же И поэтому Имеется Это в виду Но Дали добро И это Начинает Уже Принимать Массовые Эффекты На местном Уровне И так далее Махачкала Это один из Примеров Который Не обязательно Дает Комплимент Антироссийской Системе Потому что У них Проблема С дисциплиной Получается Так И Но в принципе Это результат Именно Этого Призыва Что Можно бить Или ругать Евреев В ограниченном Конечно Объеме Пока И это Так или иначе Служит Каким-то Целям Которые Не все Не всегда Можая Нас с вами Могут назвать Чего хотят В конце концов Конфликтовать С Израилем Чего хотят Или просто Конфликта Конфликт С Израилем Наблюдается Или нет То есть В Сирии Продолжается Сотрудничество Или нет То есть Чего они добиваются На данном этапе Все Разыгрывается Очень осторожно По-моему У России Нет интереса Конфликтовать По-настоящему Израилем Есть интерес Продолжить Процесс В котором Израиль Существует И принимает Очень активно Участие Но у России Интерес Выгнать Отсюда Американцев Остановить Или застопорить То что мы уже Говорили О соглашении Авраама Не допустить Садовскую Аравию К этим Новым возможностям Не дать Возможности Построить Эту линию Которая Начинается Там Новую линию Поезда Через Саудовскую Аравию Израиль И так далее Это идет Линия В обход Китайской линии В обход Российским Возможностям Это поставки Энергоносителей Это поставки Чего хотите Из Индии Через Государство Аравийского полуострова Через Израиль В Европу И это Им очень Невыгодно Поэтому все это Надо Остановить Изменить И создать Новые условия В которых Россия занимает Не последнюю роль Вообще Кроме этого Существует Еще конечно Риторика Насчет Будущего Мирового порядка Где Фигурирует Понятие Как Глобальный Юг И где Сотрудничает Мы говорили Об этом И Россия С Китаем И другими Государствами Близ Что они называют И так далее Еще нет Не означает Что-то Реальное И это Имеет Какой-то Эффект В дальнейшем Но на данном этапе Это составная Риторика Которая Так или иначе Является Внешней политикой России Добавляю К этому Что Россия Находится В конфликте За Соединенными Штатами И всем Западом Коллективным Которым Это И с НАТО Это На Украине В Украине Но на территории Украины Есть противостояние Именно Глобального В конце концов До этого Дошло И поэтому У России В этом конфликте Есть интересы Расширить Скажем Противостояние Создать Очередной Второй фронт Но это Ему удалось То есть Риторика Сейчас Такая Про Украину Забыли Свою долю Внес И выполнил То что От него требовалось Задействовал Или раскрутил Если хотите Этот конфликт А теперь Вопрос Кто Набрал больше очков До данного этапа По-моему Россия И Иран Набрали Немало очков Сейчас А что будет дальше Это Хороший вопрос Ну Россия Сейчас будет Поставлять Какое-то Ведь говорят Что визит Этих самых Головарей Хамаса В Москву Где они там С Богдановым Обнимались Это часть Как бы Сделки То есть Они хотят В обмен Там на якобы Отпустить Российских граждан В обмен на это Они просили Определенные виды Вооружения Оружия То есть Прежде всего Система ПВО И так далее Есть Не все там До конца Понятно У России Есть свои граждане Среди заложников Но есть свои граждане Кроме этого В секторе Газа И они хотели бы Их освободить Не все понятно Не все гладко В российской В этой же системе Конкуренции Она свои очки Она свои очки Набрала Будет ухудшение Или как Как Не участично Ну по крайней Украина Давно забыл Спасибо за субтитры